Следующий вопрос. О ходе подготовки к проведению мероприятий в рамках 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Яковлев Дмитрий Николаевич, временно исполняющий обязанности председателя комитета по спорту и молодежной политике Тульской области. Пожалуйста. Добрый день. Хотелось бы отметить, что одно из мероприятий, которое приведет к нас к Олимпийским играм в Сочи, является эстафета Олимпийского огня и Паралимпийского огня. И эстафета Олимпийского огня к нам придет уже буквально через 13 дней, поэтому это очень важное для нас мероприятие. Сейчас мы в режиме онлайн, приступили непосредственно уже к организации всего. Хотелось бы для начала общую информацию. Тульская область выпала честь принимать у себя первую в истории России национальную эстафету Олимпийского огня. Всего в нашем регионе эстафета Олимпийского огня проводит один день, это 14 октября 2013 года. Напомню, что этот день определен как праздничный день, закон Тульской области от 15 июля 2013 года, и пройдет в городах Тули, Новомосковске. А на территории Щекинского района будет реализован спецпроект «Ясная поляна». Общая протяженность эстафеты на территории Тульской области составляет 31 километр, а в том числе в Туле 24 километра, Новомосковске 5 километров, в Ясной поляне 2 километра. В эстафете будет задействован 150 факелоносцев. Встречаем мы Олимпийский огонь на границе Тульской и Калужской областей. Дальше кортежем перемещаемся в Ясную поляну. В музее «Ясная поляна» музей-усадьбы Льва Николаевича Толстого первым примет у себя один из символов большого спортивного праздника. В Ясной поляне будут проведены праздничные мероприятия встречи Олимпийского огня в Тульской области, которые пройдут на площади у башен въезда. Движение Олимпийского огня в Ясной поляне будет осуществлено в том числе и по аллеям. Пришпекте, Дом Толстого, Лиги Компинских, Красная аллея и до башни въезда. Олимпийский огонь по Ясной поляне будет пронесен российскими писателям, журналистами и литературными деятелями. Дальше Олимпийский огонь перемещается в Новомосковск. Место старта эстафеты – это памятник Дмитрию Донскому. Маршрут этапа проходит через следующие достопримечательности города Новомосковска. Это ротонда, исток реки Дон, детская железная дорога. В рамках эстафеты в Новомосковске используется альтернативный транспорт – это детская железная дорога протяженностью почти 2 км, которая открыта в 1953 году. По маршруту следования состава находятся три станции – это Березки, Парково и Исток Дона. На центральной площади Новомосковска пройдут общественные празднования с зажением городской чаши Олимпийского огня. По окончании общественного празднования в городе Новомосковске Олимпийский огонь переезжает в город Туло, где проводятся заключительные три этапа эстафеты. Маршрут эстафеты проходит по всем пяти районам города Туло. Стартом первого этапа эстафеты станет универсальный спортивный комплекс государственного учреждения Тульской области, центр спортивной подготовки, школа высшего спортивного мастерства. Финиш первого этапа эстафеты у территориального управления по пролетарскому району города Туло. Старт второго этапа эстафеты состоится на площади Адмирала Руднева. Маршрут этапа проходит через следующие достопримечательности города Туло. Это музей Тульский пряник, Тульский экзотариум, Тульский государственный музей оружия, Тульская ротонда, памятник тульскому левше и символу мастерства туляков. Финиш второго этапа эстафеты у памятника Петра I. Старт последнего третьего этапа состоится у Могилевского скера. Это самый длинный этап в Туле. Его протяженность составляет 16 километров. Маршрут этого этапа проходит через следующие достопримечательности города Туло. Памятник героическим защитникам города Туло, мемориальный комплекс Площадь Победы. Памятник советскому писателю Вересаеву. Памятник Белоусову Петру Петровичу. Центральный парк культуры и отдыха имени Белоусова. Памятник русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. Мемориальный комплекс состоял от тулякам-героям Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину, музей Тульские самовары, музей Тульский Кремль. Эстафета Олимпийского огня прибывает на центральную площадь города Тула, площадь Ленина, где проходит масштабный концерт с участием как городских музыкальных и творческих коллективов, так и артистов национального масштаба. В Туле в эстафете принимают участие 120 факелоносцев. Среди кандидатов в концерн наши знаменитые спортсмены, как, например, Ольга Слюсарова, Виталий Петраков, Сергей Копылов, Александр Дубченко. В Тульской области подготовлена соответствующая инструктура для обеспечения жизнедеятельности команды эстафеты. Это места проживания, питания команды, места технического обслуживания. Команда эстафеты будет проживать в гостинице Москва, а также в гостиницах императора Армении. И это согласовано с оргкомитетом Сочи-2014. В настоящее время в соответствии с испоряжением правительства Тульской области об организации проведения эстафеты Олимпийского огня на территории Тульской области проводится заключительная часть подготовки эстафеты на территории региона. В соответствии с методическими указаниями, полученными из Управления пресс-службы информации президента Российской Федерации, были подготовлены и утверждены сценарий общественных празднований эстафеты, план привлечения зрителей на мероприятия эстафеты, план реализации рекламной кампании эстафеты в твоем городе, план оформления маршрута и места общественных празднований эстафеты, план информационного освещения эстафеты в Тульской области, план по привлечению волонтеров эстафеты в Тульской области. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тульской области и Управлением внутренних дел Российской Федерации по Тульской области ведется заключительный этап работы по аккредитации персонала и транспортных средств эстафеты Олимпийского огня, а также по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения эстафеты. На всей территории Тульской области будет реализована программа эстафеты Олимпийского огня «Программа зритель». В соответствии с программой к проведению эстафеты планируется привлечь около 100 тысяч жителей всех муниципальных образований Тульской области, а также гостей региона. На протяжении маршрута зрителей будут обеспечены бесплатные раздаточные продукции с символикой эстафеты, как, например, флажками, шариками, лентами и горячим чаем с тульскими пряниками. Одним из мероприятий, посвященных Олимпиаде в Сочи, будет и параолимпийская эстафета, которая пройдет в начале февраля 2014 года. Она будет намного короче, пройдет по проспекту Ленина. Там будет 20 у нас факелоносцев, все они относятся, все они отобраны, отобрано 20 факелоносцев и 2 запасных, все они относятся к параолимпийскому движению в Тульской области, и уже проходят проверки в органах контроля и обеспечивания порядка Российской Федерации. На этом заклад мой пока закончен. Почему пока? Ну, потому что еще планируется за три дня, перед где-то числа 10-го, 11-го, будет большая пресс-конференция, на которой будет оглашены полностью маршрут, будут рассказаны, по каким улицам проедут. То есть, в данный момент данная информация пока засекречена, и оргкомитет Сочи 2014 нам не дает команды распространению данной информации. На самом деле, в таких мероприятиях действительно есть некий покров секретности, что связано с обеспечением безопасности, это правда. Но мы не услышали, скажем, о тех мероприятиях или о той степени готовности всех задействованных органов, в том числе и государственной власти, муниципалитетов и структур, которые были в обеспечении вот этого. Сейчас оргкомитет проработал все вопросы, все организационные вопросы почти утверждены и урегулированы. Значит, то, что касается дорог, они все отремонтированы. Было большое опасение от Калужской области до Тулы, она сделана. Одиссей Филиппович Куцуров свое обещание выполнил. Буквально в субботу я про ней проезжал. В принципе, все готово. Единственная сейчас проблема, и то, что касается, это город Тулы, который 10 октября обещает закончить все работы по благоустройству города. То есть еще свои обещания он не выполнил? Ну, на данный момент пока что нет. Значит, в субботу был объезд вместе с Евгением Васильевичем Авиловым. Этот вопрос контролируется, контролируется ежедневно. Я думаю, что по пути маршрута к 10 октября работы будут выполнены. Ну, учитывая Вашу определенную самостоятельность, которую зачастую заводят не туда, я хотел бы вот что сказать. Если Вы регулярно осуществляете контроль по маршруту, то тогда хотелось бы услышать, какие мероприятия, какую помощь должно оказать правительство, дабы не было таких срывов. Потому что самостоятельность комитета это очень хорошо, но уже у нас имеется опыт немножко другого плана. Когда Вы доводите до последнего, а потом мы начинаем в режиме ошпаренной кошки работать. Сейчас одно мероприятие, которое должно до 10 октября завершиться, это благоустройство города Тулы. Потому что остальные муниципальные образования к приему Олимпийского огня готовы. Продолжение следует...